Вы задаёте вопросы из области, которую я обычно избегаю. Потому что, по большей части, я не хочу говорить о том, чего ещё нет в вашем опыте. Потому что, если я буду говорить о чём-то, чего нет в вашем опыте, какой у вас будет выбор? Единственный выбор — либо верить мне, либо нет. Если вы мне поверите, это не приблизит вас к истине. Если вы мне не поверите, это не приблизит вас к истине. Да? Вы останетесь на том же месте, у вас будет лишь забавная история. Люди постоянно совершают такую ошибку. Они постоянно говорят о том, чего сами не испытывали. И теперь вы задаёте вопрос, существуют ли такие вещи. «Я ношу кольцо на большом пальце. Почему меня просят его снять?» Видите ли, человеческое тело — это механизм. Возможно, вы слишком привязаны к нему и отождествляетесь с ним. Поэтому не видите его таким образом. Но на самом деле это механизм. Не так ли? Вам когда-нибудь делали операцию? Если вам будут делать операцию, они будут обращаться с вами как с машиной в сервисе. Вас положат, почистят, вскроют, что-то отрежут, сделают то, сделают это и соберут обратно. Они будут обращаться с вами просто как с любой другой машиной. Не так ли? Для многих операция — это очень унизительный опыт, потому что внезапно все ваши мелкие иллюзии относительно себя исчезают. Вас просто вскрывают, зашивают, делают с вами всё, что считают нужным. Так что поскольку это всего лишь механизм, у него много возможностей. Как я уже сказал, мы смотрим на тело как на лестницу к Божественному. Если вы знаете, как его использовать, это феноменальный механизм. Сейчас вы его используете минимально возможным образом. Это самолёт. Но вы предпочли ездить на нём как на машине. Когда вы решаете использовать самолёт как машину, вы начинаете ехать, и эти две штуки постоянно врезаются в здания, задевают фонарные столбы и всё такое. Вам они не нравятся. Поэтому вы их отрубаете и едете дальше без крыльев. Самолёт с обрубленными крыльями — это замечательный автобус. «Да? Вы счастливы. У вас всё замечательно. А что не так? Я еду на отличном автобусе». Но когда тот, кто знает, что значит летать, видит самолёт без крыльев, ему хочется плакать. «Да?» «Вот что я чувствую, повседневная реальность?» Существует так много всего. Присутствует так много измерений жизни здесь и сейчас, но они вне вашего опыта. Я говорю лишь о физических реалиях. Я не говорю о чём-то другом. В то время, как мы все здесь сейчас сидим и проходим программу, в этот момент здесь присутствует множество уровней физической реальности. Происходят различные вещи. Это целый многослойный мир, один внутри другого. Это существование многослойно, одно внутри другого. Современная физика начинает признавать это. Они говорят о множестве реальностей, существующих одна внутри другой. Вы просто измотаете себя в процессе своей жизни. Вместо того, чтобы проходить его радостно, без усилий, вы просто истощите из себя, делая неправильные вещи. Вот и всё. Все могут жить, но не все делают это с одинаковой лёгкостью. Не так ли? Просто потому, что в этом мире правильные вещи не будут с вами происходить, если вы не начнёте делать правильные вещи. Неважно, внутри или снаружи, есть много измерений. Но если вы не начнёте делать правильные вещи, правильные вещи с вами не произойдут. Вот и всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова